О подмене понятий. Вместо войны – спецоперация, если говорить про Украину. Вместо войны в Чечне – борьба с терроризмом. То, что случилось в Грузии – это вообще не мы, это грузины сами на себя напали. Если говорить о Казахстане, последнее событие, там президент Казахстана попросил Владимира Владимировича Путина помочь в ситуации. Это понятно. Государство на официальном уровне попросило помочь. Если говорить о Сирии, президент Сирии попросил Владимира Владимировича Путина помочь в ситуации. Путин помог. Что касается Украины, это было вторжение в независимую страну. Это было нарушение всех правил и законов, принятых после Второй мировой войны. Европа в ужасе. Европа боится. Путин заставил бояться весь мир, потому что он размахивает ядерной дубиной. Отношение Европы к Украине. Польша, которая не была до войны другом Украины, этому есть исторические объяснения. Не будем сейчас вдаваться в подробности. Ну, по принципу враг моего врага, мой друг, Польша приняла очень много украинцев, беженцев, около 4 миллионов, и разместила их у себя в семьях. Никто не создавал никаких лагерей беженцев. Это вот отношение европейцев к украинцам. Отношение как к европейцам, как к равным себе. Путин не считает украинцев равными себе. Смотрите, что Симоньян заявила. Я же думала, что там немного бандеровцев, а там, оказывается, их столько. Получается, что люди, которые не кинулись в объятия российской армии, они все бандеровцы. Что нужно с ними делать? Мочить, убивать, насиловать, грабить, завоевывать. По принципу, так не доставайся же ты никому. Помните, откуда это, да? Из пьесы Островского. Беспреданница. Как-то так. Продолжение следует.